друзья всем здравствуйте меня зовут юрий это канал тик так мир мир японских часов расскажу что ожидается в продаже в феврале и в том числе в марте 2021 года у всех японских производителей даже арет нам сегодня покажет новинки правда их всего будет 2 коллекция так вообще одна но что имеем то имеем и так давайте начинать с компании сейка на вашем экране сейчас кучу женских часов интересные модели выполнены из титана естественно стеклушки сапфировые солнечная батарейка диаметр 28 миллиметров 36 грамм вес 100 метров водозащиты есть радиосинхронизация в том числе поддерживается вышка в японии механизм 1b 35 называется судя по новому дизайну корпуса сейка открывает какую-то новую дизайнерскую линейку и скорее всего в данном корпусе мы скоро увидим очень много моделей уже вышли часы на браслете серебристым на черном браслете на биколорном с разными циферблатами на циферблате что-то вроде текстуры но поскольку это солнечная панель конечно же это не текстура это по большей части это все-таки рисунок кстати дужки очень напоминает сейка премьер линейку которая давно продается уже в том числе и в россии также представлена обновление модели сейка эйд шарп это при сейш механика про зеленые мы с вами говорили на вашем экране лимитка sarx 085 120 тысяч японских иен выходит феврале лимитка 4000 штук подарочная коробка правда коробка почему-то такая в которой обычно кладут дайверы но решили вот они таким образом сейковцы поступить напомню что 6r 35 установлен внутри это 70 часов запас хода диаметр часов 39,3 миллиметра что по нынешним меркам не так уж и много далее на вашем экране интереснейшие модели такая зеленая красивая коллекция куда ходят лимитированные вообще все три модели лимитированные сумма кварцевые 4000 штук 81 тысячи японских иен они выйдут марте также sbdc 133 6000 штук 140 тысяч японских иен также выйдут в марте так называемые baby marine мастеры не так давно вообще этот корпус появился он в декабре двадцатого года по моему пришел на рынок его диаметр 42 миллиметра внутри 6r 35 на 70 часов и полноценные marine мастер sbdx 043 на 8 l 35 калибре здесь у нас с вами корпус монокок как вы помните marine мастер идут без задней крышки механизм вставляется через стекло нам не через стекло стекло убирается вставляется механизм сверху циферблат стекло и все это дело таким образом выглядит корпус стальной бизель здесь будет керамический выпущена 3000 штук 330 тысяч японских иен астроны также на вашем экране sbx 083 230 тысяч японских иен это опять же лимитка и все вот эти лимитки которых мы с вами сейчас говорим они к 140-летию сейка приурочены астрон выходит уже феврале по 3000 штук модель на калибре 5x53 это последний современный механизм обзор на него мы делали уже по моему пару лет назад но в данный момент лучше и интереснее ничего нет я скажу что это механизм действительно достойный можно часы на покупать сама модель выполнена из стали стекло естественно сапфировая диаметр 42,7 миллиметра поскольку это лимитка и не такая уже массовая полторы тысячи штук это немного скорее всего купить и будет не так то и просто по цене порядка 190 тысяч рублей выделяется интересным циферблатом посмотрите как будто звездное небо очень по крайней мере похоже движемся дальше и здесь мы с вами сейчас увидим также sarx 083 это та же edge серия в черном циферблате в черном не было теперь появилась ничего нового не добавили просто новый цвет циферблата зато обновили линейку сохраним океан там где скаты манта плавают на циферблате как будто в океане помните обзор у нас был и на черепашку и на самурай теперь эти часы выпустили также на ремешке на синем при этом немного упала цена на 5000 йен часы стали дешевле то есть примерно на 4000 рублей как вам эти часы на ремешке поделитесь я как-то не вижу их на ремне мне гораздо ближе все таки на браслете вот так они выглядели на браслете посмотрите секундомер если кому интересно 7000 рублей модели которые насколько помню были еще представлены декабре это в корпусе тюна модель sb dy077 механика но механика бюджетная 4r 35 механизм за 69 тысячи иен тысячу штук night bar hood limited edition вот так вот они называются 105 грамм весит стальной корпус тюна стальной корпус в тюна кожухи диаметр 43 с небольшим миллиметра также сейка пади из 50 121 это сумма расцветка пепси пади всемирная организация дайверов постоянно сейка клепает часы вместе с ними и сумма пади но кварцевый также за семьдесят четыре тысячи японских иен в принципе сейка на этом можем заканчивать все остальное вы уже видели единственное еще раз акцентирую внимание на king сейка sdk а 0 0 1 модель впервые воспроизведенная после 45 лет отсутствия king сейка на рынке 3000 штук их будет выпущено причем первоначально их выпустили не 3000 штук а всего 2000 штук в декабре январе уже все было распродано из-за пандемии не смогли выпустить все 3000 штук сейчас тысячу доделывают и тот кто не успел есть реальный шанс купить может в прямом смысле слова успеть на уходящий поезд и успеть ухватить эти поистине легендарные часы эта модель просто запомните мое слово два-три месяца из 4000 долларов превратится в 6 может быть и всем движемся дальше на очереди компания casio не могу сказать что прям порадует новинками как обычно casio предлагает нам новые расцветки новые корпуса уже ставших обыденными моделей обновление вышло вот посмотрите jay 2000 jay 2100 довольно таки популярные простенькие модели на каждый день кроме того если видели ролик то в марте планируется продажа новых часов casio для бега они будут идти с отдельным датчиком движения если не видели посмотрите обязательно свое мнение по поводу этих часов я высказал и считаю что они как-то не совсем наверное к месту может быть лет десять назад да но сейчас скорее всего нет желтыми корпусами gm 6900 gm 5600 возможно вам будет интересно это не лимитки это обычные рядовые модели но может быть у вас это заинтересует также обновление естественно цветовых гамм bbg и посмотрите многим интересные часы casio edifice eqb 1100 в таком скажем черном варианте зеленым цветом и в синим варианте также феврале появляется черный вариант с зеленым безелем выглядит необычно я бы сказал не знаю насколько они будут популярны но тем не менее такая модель выходит это также не лимитка это просто рядовая модель часы в серебристом корпусе синим безелем как по мне выглядит больше в стиле edifice они частенько делают подобную расцветку это также не лимитка рядовая модель стоимостью 48 тысяч японских и при этом нужно отметить что вот это синее или зеленое покрытие веселя это обычное айпи покрытие который легко может поцарапаться к сожалению напомню что это очень тонкие часы по меркам спортивных часов естественно 8,9 миллиметра при этом там и салар и bluetooth все есть часы классные приятные но стоит за 30 тысяч рублей если брать из японии но стоит брать им из японии насколько вы знаете там браслеты литые не примчающие вас на руке а хороший качественный браслет у нас в россии в европе и в америке то есть везде кроме японии продают погремушки также океанус т-200 на ремешке выходит с черным цветом циферблата не знаю насколько вообще стоил выпускать эту модель популярная модель на браслете с таким циферблатом также была моделька на ремешке за более светлым оттенком циферблата сейчас вот убрали браслет поставили ремешок и почему-то подняли цену до 62 тысяч японских иен в то время как модель на браслете стоит 60 эти стоит 62 тысячи японских иен и это никакая не лимитка просто часы я при вас тоже пытаюсь додумать что же у них такого почему они вдруг стали стоить дороже хотя они идут теперь без браслета еще раз повторюсь это не лимитка просто часы на ремешке один ремень в комплекте не два не три в общем друзья если вдруг знаете почему цена вдруг поднялась обязательно пишите в комментариях к этому ролику с компанией casio мы закончим перейдем к ориенту это редкий гость и кость у нас сегодня очень необычным посмотрите это ориент скелетоны причем ценники обратите внимание 290 тысяч японских иен примерно 200 с небольшим тысяч рублей хочет компания сейка в лице компании ориент единственное отмечу что здесь стоит новый механизм f8 b62 и запас хода 70 часов на моей памяти это первые ориенты с таким запасом хода корпус стальной 39 миллиметров в диаметре толщина 10,6 миллиметра и кроме того цифра 70 она не случайно 2021 году отмечается 70 лет моделей ориент стар перейдем компании citizen и здесь определенно для меня самыми интересными новинками является модели citizen хрономастер который к слову и самый качественный из того что представлено на январь и февраль 2021 года и так citizen хрономастер и 1050 серия корпуса есть и серебристый и с покрытием черным это модели полностью стальные не лимитки стоимость в районе 250 270 тысяч рублей в продажу выйдут 18 февраля 2021 года механизм а 010 точность 5 секунд в год диаметр корпуса 39 миллиметров толщина 1,6 миллиметра часы выглядит более спортивно чем все что сейчас представлено у хрономастера на рынке то есть это по сути единственная альтернатива не классическим хрономастером естественно здесь сапфир супер прозрачным покрытием хоть это и сталь но тут также покрытие дюротек от царапин дюротек платином водозащита составляет 100 метров как вам модели меня немного смущает запас хода в районе 9 10 часов может быть с непривычки как-то странно честно говоря воспринимается далее модель в корпусе подушка это стальные часы механизм здесь эко драйвовский нет ни вечника никаких усложнений обычный хронограф стальной с айпи покрытием черные часы и без айпи покрытия часы синим и черным циферблатом также коллекция механическая так называемая повседневная коллекция интереснейшая отображение дня недели под логотипом компании city зен посмотрите мне кажется часы интересные но к сожалению здесь не сапфир и механизм достаточно простой это восьмая серия механизма по характеристикам он неплохой но могли бы поставить и подороже так его точно составляет от минус 20 до плюс 40 секунд в день частота 21600 полукольбами в час 21 камень запас хода 40 часов авто и ручной завод сами часы 40 миллиметров диаметре толщина 13 миллиметров вес 114 грамм это часы на межбраслете часы на ремешке как например моделька в желтом корпусе будет весить 67 грамм всего и стеклышко напомню здесь сферическое минеральное не сапфировое стекло и пожалуй последними новинками компании citizen стоит отметить вот кучу однотипных моделей из обычных эко драйвов по-моему эти модели уже были представлены на мировом рынке их решили почему-то продавать на японском хотя это бывает очень редко и такие простенькие модели по 18 тысяч японских иен у себя японцы но очень редко продают механизм также простое кадра и без вечного календаря корпуса остальные либо на браслете либо на ремешке вес 120 грамм на браслете диаметр 42 миллиметра и толщина 11 с половиной миллиметров стекло минеральное калибр здесь называется j810 точность плюс-минус 15 секунд месяц что обычный показатель для кварцевых часов на этом про новинки можно смело заканчивать отмечу самое главное по моему мнению что вышли новые хрономастеры и вышла новая зеленая коллекция от компании сейка в том числе baby marine мастер и полноценный marine мастер на этом же уроку всем спасибо крепкого здоровья всем пока носите самые лучшие часы и и Продолжение следует...